здравствуйте добрый день вы сегодня нам позвонили сказали что у вас есть какая-то очень важная информация это так по какому поводу и главный вопрос это увольнение или изменение руководства этой отрасли вот документ вот у меня есть документ который четко написано что он украл у детей вот эту часть больницы вот это вот эту часть больницы украдена я так сказал в этом вот почему вызвал такой вот резон потому что я произнес эти слова перед камерами и там я сказал что он украл у детей реанимационные отделения приход к власти людей не подготовленных и назначение на руководящих должностей лечебных учреждений людей которые не знают незнакомые недостаточно подготовленные привели к тому что качество медицинской помощи упала очень сильно и потом люди которые пришли они имеют тенденции не улучшить здравоохранение а разбогатеть и пример это пример это есть бывший директор уже наверное управление здравоохранения кишинева который присвоил себе вот это вот здание ведь и дальше там разрушил отделение физиотерапии для маленьких детей где был специальный бассейн оказывается в котором могли эти дети могли реабилитироваться быстрее чем обычно и я вот говорил с врачами и с некоторыми работниками кафедры которые пожаловались на то что все это ушло безвозвратно потому что снесли вот эту поликлинику и построил себе торговый центр коммерческий какой-то молдавану михай бывший она уже я так надеюсь что он уже бывший директор управления здравоохранения и ожидаем что придут руководители этого этого управления квалифицированные грамотные и которые хотят улучшить здравоохранение в городе ну это все уже задокументировано у меня есть документы где доказывающие как это все произошло в четырнадцатом году в декабре месяце это так по хищнически потому что в последние дни года они быстро там составе состряпали эти контракты подписали я сомневаюсь в том что он даже и был проголосован к этим кишиневским советом и это все перешло к молдавана посмотрите на это здание какое это в этом доме жил последний губернатор бессарабии во времена царского управления так скажем и сегодня это здание является и историческим памятником а кроме того это оторвано от детей отделение интенсивной терапии и реанимации детям маленьким вот это самый настоящий вред нанесенный здоровью детей в кишиневе тем кто был призван и был назначен на то чтобы улучшить здравоохранение сделать наиболее комфортные условия внедрить новые технологии что ничего не сделано да это есть написано врачами из некоторых больниц письма о том что с них собирали побор придавали в управление здравоохранения это есть написано и там прям напрямую указано что это продавалось господину молдавану я не знаю там для чего но есть то что вот он организовывал ежегодно вот эти поездки его для отчета работы управления за год за рубежом он собирал 50 60 70 человек с них брали деньги напрямую для того чтобы организовать эту поездку которая совершенно никому не нужна была только ему это его такой бизнес такой как сказать который он делал каждый год для того чтобы получить какие-то я думаю что да да потому что в больницах если были из больниц были отданы площади под различные аптеки и я точно знаю что он там заинтересован в них он получает оттуда какие-то откаты и поэтому и распространил это везде хотя есть по этому поводу закон запрещающие размещать частные предприятия вот как это вот даже рядом в государственные лечебные учреждения есть напрямую это и нарушение вот это вот и проявил и проявилась тем что какая деятельность негативная у этого этой персоны за время правления хочу подчеркнуть главное что он все время был незаконным директором он занял этот пост с боями что называется выгнал того человека который был избран советом и кто был в он был юридически правильно занимал этот пост и он его выгнал оттуда и сам с боями занял этот этот пост за время работы не было регламент этого управления так и не был издан не был зарегистрирован об этом есть в судебных решениях написано я его не могу обвинить я говорю о том о том что я не следователь и этого я говорю о том что он допустил колоссальные нарушения которые привели к тому что качество оказывает медицинской помощи и атмосфера в этих в лечебных учреждениях стала очень нетерпимой атмосфера очень напряженная среди коллектива он всех там терроризировал всех всем угрожал его тебе уволи я тебе решу того и так далее и в то же время он вот последние дни своего управления выплатил или назначил дополнительную плату для того чтобы его поддержали то есть он использует финансовые средства которыми он имеет никакого отношения в принципе потому что они поступают из фондов медицинского страхования и вот он назначал за перформанс когда некоторые больницы не выполнили своих обязательств перед национальной страховой компанией и хочет ну да он вот он хочет получить поддержку поддержку от работников здравоохранения ну тут написано уже есть письма есть письма которые написаны в разных инстанциях об этом свидетельствует количество судов которые проиграна и эти по этим заключением судов выплачены огромные суммы денег сотни тысяч очень много проиграна те которые он увольнял многие восстановлены на свои должности и они получили и моральные и другие компенсации за то что молдаван их или уволил или ну я думаю что это недостаток его воспитания и недостаток культуры и подготовки для для того чтобы быть нужно было быть все после того что молдавана в том числе и второе, что случилось в них там и шесть суток институт светов в порядке и обращаем деньги, медицинские, отрасти уменьшают 200 рублей, они бумажают зарослатые Clarke ясанка и поиграли на главу и поиграли на это Тот, что он был промывал и он был в действительности, потому что он не имеет потенциал. И в течение 6 часов, он получил эту акцию. То есть, устроен для фиекарь медицин, 440 рублей. У вас тоже есть? Да. И устроен за медицином на Капитолисе, на спитале номер 1. Это очень хорошо, что будет верить. Это даманная, Надя говорит о том. А вы не боитесь давать такие интервью? Почему не бояться? Это определит муниципальный совет. Есть муниципальный совет, который вправе назначать, снимать руководителей медицинских учреждений. То есть вы надеете, что на территории будет лучше, вдруг хуже? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok